МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РД-пятёрка! Наш счастливый седьмой сезон продолжается. И, если вы помните, в прошлой игре была абсолютно равная, но очень красивая ничья. И мы решили дать нашим гостям из Липецка, из России, шанс ещё раз сыграть, ещё раз попробовать отточить свою эрудицию и игровой запал на другой гомельской команде. Справа от меня в красных шарфах наши гости из Липецка, Россия. Команда Степана Носова. А слева гордые, красивые, весёлые. В синих шарфах команда Олега Однокозова. Гомель. Олег, вот то, что у вас в руках, поднимите, покажите, пожалуйста, камеру. Дело в том, что Олег Однокозов и Антон Гонторенко игроки блестящей гомельской команды, которая приняла участие в международном телепроекте «Виват Интеллект» на Украине. И одержав победы над Одессой, над Киевом, даже над самой страшной там командой, над Нежином, вы не поверите, она взяла кубок «Виват Интеллекта». Впервые за несколько лет гомельчане обыграли всех. Поздравляем! Итак, капитан той грозной команды Олега Однокозова сегодня рулит синими. Играем наша радипятёрка, которую, кстати, поддерживает Гомельский областной экспонатный комитет. А снимает её и выводит в эфир телерадиокомпания «Гомель» наша уникальная игра. Все её участники низко кланяются этим чудным людям. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнём с «Пробой сил». Блеф-игра. Да, нет, верю, не верю. Проверим интуицию, Олег. Пойдёт Герман. Самый интуитивный. У Степана? Моника пойдёт. Итак, Герман против Моники. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ Главное – выиграть кнопку и, глядя в камеру, честными глазами сказать «да» или «нет», или «верю», или «не верю». Поехали. Верите ли вы, что первое американское животное в космосе – это обезьяна? Герман. Да. Да, они запускали обезьян. Пять очков принял своей команде Герман. Играем. Верите ли вы, что у индийских слонов уши больше, чем у африканских? Моника. Не верю. Правильно, не верите. Наоборот, у африканских – там солнца больше, им нужно от солнца заслоняться. Играем. Верите ли вы, что на Дальнем Востоке символ Земли – это тигр? Герман. Да. Да, вы правы. А символ неба – это дракон. Теперь вы это знаете. Верите ли вы, что у дельфинов спит только одно полушарие мозга? Остальное… Ах, это был фальстарт. Моника за этим очень строго слилит наш электронный судья, а остальное полушарие бодрствует. Герман, у вас есть шанс нажать на кнопку? Да. Да, конечно, так они плавают, иначе они просто захлебнулись. Весь мозг уснул, и все, и копцы дельфину. Играем дальше. Верите ли вы, что кальмар по количеству щупалец равен осьминогу? Герман. Да. У кальмара два ловчих щупальца и восемь дополнительных. А у осьминога, как и гласит из его названия, всего восемь. Так что счет остался прежним 15-5. Впереди синие. Мы приступаем к дуэли игре. Вперед! Первый бой. Тема цвета. Глазками смотрим. Второй бой. Звуки. Ушками слушаем. Третий бой. Запахи. Четвертый бой. У нас на вкус. И пятый бой. На ощупь. Все пять чувств будут задействованы. А у вас пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя может взять. Вперед! Пять секунд и стекли. Капитан Синих. Олег Однокозов. Кого отправляете в бой? Я пойду. Хорошо. Я напоминаю, что больше двух раз у нас выходить в стойке нельзя. Степан Носов, капитан команды красных. Моника. Итак, Олег против Моники. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Забыл обо всем, в том числе и о цветах, чтобы у него плавали радужные круги в глазах от счастья. Взглянула. Хорошо. Играем. В сказках девицы обычно красные. А море? Олег? Синее. Вы читали сказки, Олег? С ума сойти. Это правильный ответ. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Этого цвета то, что лондонцы в свое время назвали публичный офис голосовой связи. Цвет. Олег? Белый. Это неправильный ответ. Другой лондонский цвет. Моника? Красный. Это телефонные будки в Лондоне. Вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Таким был и волшебник Гэндальф, таким был и бандит Саша. Да, Олег? Белый. Да, оба они были белыми. Моника, не бойтесь. Перед вами просто один из лучших кнопочников клуба. Играем. Он был механиком в книжке про Алису Селезневу, а в мультике про нее же стал капитаном. Моника? Зеленый. Да, зеленый, конечно же. Браво, Моника. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем. По дороге из такого кирпича обычно шли к изумрудному городу. Желтый. Йеллоу Брик Роуд. Да, вы правы. После первого боя, после первого боя, 30-15, синий впереди. Следующий бой. 30-15, следующий бой. Следующий бой у нас звуки. Олег Однокозов, кто у вас со слухом? Антон Гонтаренко. Антон Гонтаренко. Понял. У Степана? Ярослав. Итак, Антон против Ярослава. Вперед. Итак, поехали. Звуки. Звуки с частотой ниже 16 Гц – это инфразвуки. А выше 20 тысяч Гц – это фальстарт. Это за этим очень строго следит шаритронный судья. Антон? Ультразвуки. Это ультразвуки. Вы правы. Лучше всего, лучше всего, сова воспринимает звуки в диапазоне от 3 до 7 килогерц. Это чтобы их слышать. Антон? Летучих мышей. Летучих мышей – это неправильный ответ. Ярослав, у вас есть шанс убрать лишние слова? Обычных мышей. А? Обычных мышей. Обычных мышей, да, конечно. Именно на такой частоте они, собственно, и разговаривают. Пи-пи-пи-пи-пи. Играем. Стандартный он. Стандартный он. Издает звук ля первая октава частотой 440 Гц. Он. Бзм. Да. Гонг. Гонг – это бэмс, это ниже. Антон, у вас есть шанс? Нет. Он – это камертон. Играем. На западе самолет «Конкорд» называли «Суперсоник», то есть «Суперсоник». Сверхзвуковой. Блестящий, Ярослав. Для приема звуков в воздухе принимаются микрофоны. А в воде? Ну, воздух – микрофоны, а в воде? Аквафоны. Аквафоны. Немножко не из того языка взял. Корень, может, Ярослав догадается. Гидрофоны. Гидрофоны, конечно. После звуков у нас 35-30. Нагоняет, нагоняет немножко россияне. Следующий бой. Запахи. Олег Однокозов. Кто? О, я забыл, кто у нас там на запахе. Пойдет Герман. Герман, вот такое маленькое совещание. Степан, у кого вас? Илья пойдет. Итак, Герман Бороди-Вальи, вперед! Так называется разновидность альтернативной медицины, в которой используется воздействие на организм летучих ароматических веществ. Герман. Ароматерапия. С ума сойти, это правильный ответ. Будьте внимательны. Диагноз аносмия. Аносмия. Ставить человеку, который потерял это... Дарья. Нюх. Или обоняние принимается. Надеюсь, что вы нюх не потеряете. Играем. Буквально в переводе это самый пахучий химический элемент. Да. Пускай это будет хлор. Хлор. Понятно. Невнимательны вы были. Илья, может, вы догадаетесь? Итак, три, две, одна. Только что... Свинец. Свинец. Понятно. Только что потеря обоняния. Ан-осмия. Это осмий. Все логично. Играем. Будьте внимательны. Один из римских императоров сказал... Нон олит. Пекуния нон олит. А что такое пекуния? Да. Тишина, тишина, тишина. Три, две, одна. Илья. Победа. Нет. Он сказал... Армад. Ага, понятно. Он сказал, пекуния нон олит. Деньги не пахнут. Когда скомандовал собирать налог с городских туалетов. Да. Был такой эпизод. Дурно пахнущий. Вот. Бывает такое. И заканчиваем. Если не пахнет ею, это средство не может быть эффективным. Так рассуждали советские хозяйки в конце 80-х. И не покупали заграничные моющие и чистящие средства. Не пахнет чем? Да. Хлоркой. Вот теперь хлоркой, да. Итак, после третьего боя, 45-35, мы играем следующий бой. Четвертый бой. На вкус попробуем друг друга. На вкус попробуем вопросы. Тема на вкус. Олег, кто? Пойдет Юля. Юля. О, хорошо. Кого выпускает Степан? Глеба. Юля против Глеба. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Глеба почему-то Степан выпускает все время на беззащитных девушек в наших командах. Это такой тактический ход, я понимаю. Да, Глеб очень мощный игрок, но тем не менее. Итак, на вкус. У тебя нет ни вкуса, ни запаха. Ты просто необходима для жизни. Ты и есть жизнь. О чем это, экзюпери? Да. Вода. Вода, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Буржую накануне его последнего дня советовали жевать ананасы и их... Да. Рябчиков. Ешь ананасы, рябчиков жуй, да? Да. Раньше это жидкое блюдо готовили из овса, и оно имело кислый вкус. Все логично. Жидкое блюдо, кислый. Юля? Овсянку. Овсянка, сэр, нет, это неправильно. У Глеба есть шанс. Три, две, одна. Кисель скандирует трибуны. Кисель кислый, кисель играем дальше. Восточная мудрость. Полынь после него горше самой себя. После чего полынь еще горше? Ну, все логично. Глеб, перец? О, да вы у нас экстремал. Юля? Нет. Полынь после меда горше самой себя. И заканчиваем. Четыре базовых вкуса выделяют специалисты. Это кислая, сладкая, соленая и... Юля? Горькая. Это правильный ответ. 50-45. Юлия сумела устоять против Глеба. Играем следующий бой. Интуицию проверили. Зрение, слух, обоняние. Но осталось осязание. Тема боя на ощупь. Олег? Пойдет Вениамин. Вениамин. Я пойду. Против Степана. Вперед! Вениамин! 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 И дай внимание. На ощупь. На ощупь. Дебрайль разработал для них алфавит, распознаваемый на ощупь. Да, Вениамин? Для слепых. Для слепых, конечно. Алфавит Брайля. Когда-то некие точные приборы выпускались без стекла, чтобы это можно было определить на ощупь. Без стекла точные приборы выпускались, а щупал стрелки часов. Вот и проверил время. Играем. Она у балерины только с виду воздушная. Она с ощупь очень жесткая и колючая. Вениамин? Ну, пусть будет юбка. У балерины нет юбки. Простите, Вениамин, я не могу принять такой ответ. Да. Пачка. Пачка, конечно. Простите. В восточной притче слепые мудрецы пытались узнать это животное на ощупь. Вышло, что он похож одновременно на бревно, змею, на опахало и на веревку. Еще на скалу. Морщинистую. Ну, Вениамин? Пусть это будет жаба. Жаба. Неправильный ответ. Стиван. Какой-нибудь броненосец. Броненосец. Итак, бревно – это нога, змея – это хобот, опахало – это ухо, веревка – это хвост, это слон. Старая-старая восточная притча. И заканчиваем. Ткань из низкокачественной шерсти можно охарактеризовать тем же прилагательным, что и собаку. Какая она? Не носили вы с ветеровой, с плохой шерсти. Кусачая-кусачая-кусачая. Счет после дуэли игры – 55-50. Тест игра, вперед! Тест игра, игра с вариантами. Такое маленькое централизованное тестирование или ЕГЭ, говоря по-русски. Итак, внимание, поговорим мы про разных экстрасенсов и прочих медиумов, с ясновидящими. Олег, есть у вас наследник Ванги там или хотя бы Нострадамусы? Да, был в Благарии Веня. Веня, хорошо. Степан Вас? Ярослав. Итак, Вениамин против Ярослава, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо. Итак, нужно выиграть кнопку и назвать вариант ответа. Внимание. Необходимейшим атрибутом экстрасенса-предсказателя являются А. Карты Уно, Б. Карты Таро и С. Карты Ада. Вениамин? Это карты Таро. Так, карты Таро. Это вариант Б. 10 очков Вениамин заработал сейчас для своей команды. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ясновидящие утверждают, что они умеют пользоваться А. Третьим глазом, Б. Четвертым измерением, С. Пятым элементом. Да, Ярослав? Третьим глазом. Третьим глазом, конечно же. Того, кто умеет общаться с духами умерших, называют А. Станиум, Б. Тривиум, С. Медиум. Дай, Вениамин. С. Медиум, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Экстрасенс Ури Геллер прославился тем, что он силой мысли остановил А. Кремлевские куранты, Б. Биг Бен и С. Ниагарский водопад. Ниагарский водопад. Да что вы, господи. А Вениамин у вас есть шанс? Биг Бен. Биг Бен, конечно же. Пять очков на подборе. Заработал наш Вениамин. И после тест-игры 80-65. Неплохо играют синие. Я думаю, слайд-игра всего правит. А слайд-игра у нас очень хитрая. Слайд-игра! Слайд-игра у нас хитрая. Это не азбука, это не цифры, это картинки. Которые означают устойчивое выражение или фразеологизмы. Ну, например, сидит на горе бог Зевс и спокоен такой. Это олимпийское спокойствие, например. Или бегает мужик с факелом и что-то ищет. Днем с огнем. Кто настолько хорошо знает русские фразеологизмы, что рискнет по этих стойке? Олег у вас. Антон. Антон. Хорошо. А у Степана? Я пойду. Вперед. Антон против Степана. Ничего. Ничего жать не нужно. Начинаем мы с выигрывающей команды. Первый слайд. Прошу. Бить баклуши. Бить баклуши. Обычно говорят бездельничать. Бить баклуши. На самом деле битье баклуши – это обтачивание заготовок для ложек. Браво! 15 очков. Прекрасно. Степан, играем с вами. Водить за нос. Прекрасно. Антон, ваш слайд. Тишина. Тишина. Так, тут есть глаза, ноги у глаз. Увы. Глаза расходятся. Глаза расходятся? Глаза забегали. Нет, глаза разбежались. Забегали – это не фразеологизм. А мог бы 10 очков взять. Прошу вас. Прошу. Вот маленький инопланетянчик. Там прищит сос из каши. Три, две, одна. Ну. Тишина. Давайте рассуждать логично. На чем летают инопланетяне? На тарелках. На тарелках. В чем кашу подают? На тарелках. Он где? Он не в своей тарелке. Он не в своей тарелке. Антон, ваш слайд. Так. Это… Так. Ну, тут он рубит. Рубить нос. Рубить нос. Все? Хорошо. Ну, Степан. Ребята, зарубите себе на носу. Запомните, то есть. Вот что это такое. Играем с вами, Степан. Что делает плохой мальчик? Вставляет палки в колеса. Абсолютно точно. Он вставляет палки в колеса. То есть мешает. Прошу вас, Антон. Кот ведро с водой. Кот ведро с водой. Так. Хорошо. Тишина. Боится воды. Кот боится воды. Прошу, Степан. Тишина. Зажмурится от счастья. Ребята, в ведре мало слез. Кот наплакал. Кот наплакал. Степан, слайд для вас. По колено в воде. Понятно. У соперника есть шанс. Море по колено. Море по колено. А прошу вас, Антон. Хулиганить. Хулиганить. Понятно. Степан. Никогда не делайте то, что делают эти несчастные люди. Никогда не пляшите под чужую дудку. И заканчиваем мы, по-моему, со Степаном. Степан. Да. Известный такой мужик. Где он находится? В сите находится. Ну, не сито это. Три. Две. Одна. Антон. Так. Ну как. Это Копперфиль. Что он показывает? Чудеса. Где? В решете. Чудеса в решете. 105-95. Решающая риск игра. Вперед! Сибирь! 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 Итак, мы ставим точку во второй игре нашего нового сезона. Наши гости из России против очень сильной суперкоманды Олега Однокозова. Ну, посмотрим, кто из них супер. Потому что сейчас Олег скажет, на риск игру иду я. Я не прав? Правый. Правый. А Степан скажет, на риск игру идет Глеб. Вперед! Два самых сильных, два самых мощных игрока. Как два борца сумо спокойно вышли к стойкам. Ребята, у нас не бороться, надо у нас думать. Итак, внимание. Поехали. Риск игра. Цвета. Как известно, она была всех сильней, аж от тайги до британских морей. Олег. Красная армия. Красная армия всех сильней, да? Плюс 20 очков. Напоминаю, правильный плюс 20, неправильный минус 20. Единственная игра со штрафом. Звуки. В этом популярном формате обычно скачивают музыку из интернета. Да? МП3. МП3, конечно же. Запахи. О близкой войне говорят. Запахло им. Олег. Порохом. Да. На вкус. Русская народная мудрость гласит, что на вкус и на цвет его нет. Фальстарт. Фальстарт у Глеба. Олег. Товарищей. На вкус, на цвет все фломастеры разные. Да, конечно, на вкус, на цвет товарища нет, разумеется. И заканчиваем. На ощупь. Врач щупает это, глядя на часы. Глеб. Пульс. Пульс. И вот сейчас пульс участился у обеих команд и у зрителей. Нет, у Глеба не участился, он сам все просчитал. 165-135. Победа синих. Ваша победа. Итак, Глеб Однокозов и его друзья подтвердили, что не зря они победили в международном проекте «Виват Интеллект» на Украине. Похожие на нашу, но наше, конечно, лучше в телеигре. Вот. И одержали, скажем, волевую победу. Но убедительную, тем не менее. Итак, слева Олег Однокозов и его ребята из Гомеля. Справа наши гости из России. Липец Степан Носов. Грустные лица. Улыбайтесь. Я желаю вам удачи на международном турнире «Окно в Европу». И желаю вам выиграть путевку на Европейский чемпионат. У вас к этому все предпосылки, как говорят бюрократы. Удачи вам и удачи вам, тех, кто смотрит нас по ту сторону экрана. А к школьникам я обращаюсь с обычным нашим призывом. Смотрим пятерку. Смотрим и получаем десятки. Играем. Смотрим. Смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok